МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте в студии Александра Харина. Это программа «Такой день». Для вас самые важные новости региона. В этом выпуске. Получим разъяснение федерального центра, а затем доведем до наших предприятий работодателей. На заседании облдумы приняли первые законы, касающиеся льгот для предпринимателей, которые с 1 июля начнут работать в свободной экономической зоне. В Новооскольском округе познакомились с семьей, которая воспользовалась социальным контрактом. Высыпаем смесь пластика на пластины и включаем установку на частоте 200 керц. Видим, что разные виды пластика ушли в разные стороны. Школьники придумали необычную установку для сортировки пластика и рассказали нашей съемочной группе, как она работает. Это лишь некоторые темы выпуска. Подробности далее. А вначале об оперативной обстановке. ВСУ атаковали Борисовский район с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в селе Багун-Городок. Ранение получил водитель спецтранспорта сельхозпредприятия. Мужчину госпитализировали в районную больницу. Ему оказывают всю необходимую помощь. Машина полностью сгорела. Далее о сегодняшнем заседании областной думы. Депутаты определили, кто будет представлять наш субъект в Верхней Палате Парламента страны. Единогласным решением, полномочиями сенатора наделен руководитель областной федерации волейбола, олимпийский чемпион Тарас Хтей. Спасибо большое, уважаемые коллеги, за оказанное доверие, за совместную работу. Продолжу маршрум усилить, чтобы достойно представить нашу область в Севере Федерации. Буду личным примером, как и на протяжении всего этого времени, чем я занимался. Общался с детьми, проводил мастер-классы. То есть ту работу, которую я хорошо знаю, я ее просто продолжу. И будем нацелены на то, чтобы спорт стал доступен для нас населения. Напомним, в начале июня о добровольном досрочном уходе с сенаторского поста объявил экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Также на заседание облдумы приняли первые законы, касающиеся льго для предпринимателей, которые будут работать в свободной экономической зоне. Конкретные территории, в регионе, на которых она будет действовать с 1 июля, позже определит правительство страны. Получим разъяснение федерального центра, затем доведем до наших предприятий-работодателей. Потому что здесь правильно сказал Юрий Николаевич, чтобы не складывались избыточные ощущения, что мы сделаем эту преференцию всем. Не сможем сделать от слова никогда. Но создать условия для восстановления пострадавших и для прихода новых. В первую очередь, чтобы новые инвестиционные проекты уже наших крупных предприятий, они оставались на нашей территории. Ряд преференций уже установлен на федеральном уровне. К примеру, налог на прибыль. Субъекты вправе выбрать ставку в диапазоне от 0 до 13,5%. По инициативе губернатора в нашем регионе участников СЭС полностью освободят от таких платежей. Есть и еще одна льгота. Участников свободной экономической зоны освобождает от уплаты налога на имущество, которое вновь создано в ходе реализации инвестиционного проекта. Но, как мы уже проговорили, для нас особо важно также и те проекты, и предприниматели, которые направляют свои средства на восстановление. Поэтому предлагается дополнить список имущества имуществом, которое было ранее создано, и участвовать в проектах на восстановление, и освободить от уплаты налога на имущество таких объектов основных средств. Итоги сегодняшнего заседания подвел председатель областной думы Юрий Клепиков. Вопросов у них таких очень значимых, много. Но, как всегда, один из главных является бюджет Белгородской области, изменение бюджета, потому что с этим связано финансирование всех тех мероприятий, которые проходят, и программ, которые приняты в Белгородской области, очередной раз подчеркну, что 60% расходов направлено на социальные нужды. И этот акцент сохраняет, ни одна из программ не сокращена. И это очень важно, что те изменения, которые внесены сегодня, дополнительно финансированные, они позволяют решить ряд еще дополнительных вопросов. Вопросов мы сегодня направили и предложили в резервный фонд, предложили губернаторы, вышли с таким податайством, чтобы деньги были направлены на целевое, на защитное, на модульные сооружения. Они доказали свою эффективность. К другим темам. В регионе подвели итоги конкурса «Лучшие практики наставничества 2024» в рамках национального проекта «Производительность труда». Такое состязание ежегодно проводит областное министерство экономического развития и промышленности совместно с региональным центром компетенций в сфере производительности труда. Побороться за главный приз, возможность представить наш субъект на всероссийском уровне могли предприятия и участники нацпроекта, а также другие компании в специальных номинациях. С одним из победителей познакомилась наша съемочная группа. Подробности в репортаже Кирилла Мусаева. Компания «Си-3 Индестри» одержала победу в номинации «Прорывные технологии повышения производительности труда» на рынке с 2006 года, выпуская телекоммуникационное оборудование. К нацпроекту «Производительность труда» присоединилась еще в октябре 2022. После успешного прохождения программы руководство решило не останавливаться на достигнутом и принять участие в конкурсе Минэкономразвития региона с практикой адаптации и наставничества как вновь принятых работников, так и желающих освоить смежные профессии. Эту систему мы начали внедрять еще в 2020 году и в течение этих лет мы ее шлифовали, усовершенствовали и на конкурс уже представили итоговую версию. Первый пункт – это у нас наставничество молодых специалистов, то есть люди, которые приходят без опыта работы нам на предприятие. Назначается наставник, назначается план адаптации, план обучения, назначаются курсы на площадке и в течение трех месяцев человек проходит обучение на предприятии. Наставников, их на сегодня в компании более двух десятков, также обучают на предприятии с помощью собственной платформы. Сейчас они готовят шесть новых специалистов. Первым этапом наставник с молодым специалистом, они делают совместно всю операцию. Вторым этапом молодой специалист сам уже делает это все, но под присмотром наставника, то есть они сделали, совместно просмотрели, поскольку этим этапом специалист уже самостоятельно работает с периодическим контролем наставника. Второе направление практики наставничества Ситри Индастри позволяет уже опытным сотрудникам освоить дополнительную профессию. Назначается наставник, назначается план обучения, назначаются обучающие курсы, осуществляется дополнительная мотивация за счет освоения новой профессии и за счет этого мы гасим пики и доставка персонала. Всего в конкурсе лучших практик наставничества Белгородской области приняли участие 14 предприятий. Победители, среди которых также Белгородский аквапарк Яковлевский ГОК, смогут представить свои проекты уже на всероссийском уровне. Кирилл Мусаев, Валерий Варьков. Такой день на мире Белогоря. Сейчас перенесемся в Новоскольский округ. Там ремонтируют дорогу, соединяющую четыре села. Беломестная, Слоновку, Николаевку, Львовку. Общая протяженность трассы 13 километров. Работы ведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Замену дорожного полотна подрядная организация проводит в два этапа. В подготовительных геодезических работах участвуют белгородские студенты. Оксана Черных продолжит. Капитальный ремонт единственной транспортной артерии для четырех сел Новоскольского округа стартовал в апреле. За это время дорогу заменили на 7-километровом участке. Первый участок – это с нулевого километра по шестой. Второй участок – это с 24-го километра по 26-й километр. На первом участке у нас выполнено устройство основания методом холодного ресайклинга и устройство двух слоев покрытия. По ГОСТу полотно состоит из двух марок асфальтобетонной смеси. Автомобильный трафик на этом участке – небольшой легковушки и сельхозтехника. Аналогичное движение и на втором. К его ремонту приступят в следующем году, но студенты уже проводят здесь геодезические изыскания. От создания нашего проекта зависит все, в принципе. Если изначально мы заложим неправильную информацию, то ничего хорошего не получится. Мы всегда заходим в самые первые и уходим в самые последние, потому что потом после построенной дороги мы уже делаем исполнительную съемку готового объекта. Для студентов-стажеров Дмитрий Полянчев – эксперт и наставник. Под его руководством практику проходит пять человек. В университете на втором курсе пришел старо работать. И в этом году защитил диплом, и вот сейчас остаюсь работать. Работа очень ответственная, потому что, если брать, например, на предпроектной стадии, то от наших съемок и наших расчетов идет формирование той же сметы. На местности геодезисты определяют точные координаты реперных точек. Эта командная работа называется полевой, но есть и камеральная. Построение графических моделей местности, заполнение документации. Возможность сочетать разные виды профессиональной деятельности и привлекла Марину Синегубову. Мне порой бывает тяжело долго сидеть за компьютером. Вот так можно выехать, посмотреть на объект. И в то же время все равно полевые работы для девушек тяжеловаты. И удобно совмещать. То есть офисная и выездная работа одновременно. И, в принципе, очень радует, что позволяет даже с первого курса уже получать опыт и учиться именно тому, чем будешь заниматься в будущем. В будущем по сконструированной геодезистами 3D-модели местности будет работать фрезерная техника и автогрейдеры. Благодаря точным данным дорожники ликвидируют неровности. Исправят их с учетом поперечных и продольных уклонов. И даже когда с асфальтом закончат, геодезисты вернутся сюда вновь с контрольной съемкой объекта. Оксана Черных, Сергей Лихвер, Глеб Лыгерев. Такой день на Мире Белогорье. Задержимся в Новооскольском муниципалитете и расскажем о господдержке. Такая мера, как социальный контракт, в регионе уже давно зарекомендовала себя. И по-прежнему популярна у жителей. Успешный пример в материале Натальи Житниковской. В этом году семья Юркановых решила всерьез заняться овощеводством. Огород большой. В перспективе можно будет установить много теплиц для круглогодичного выращивания помидоров, огурцов, капусты и зелени. Ну а пока пробуют свои силы. И какие же у вас планы на вот этот будущий урожай? На будущий урожай, ну, во-первых, сначала для себя. Потому что семья большая, чтобы как бы всем хватило. Вот. И излишки для начала, излишки будем пробовать продавать. Хочется, чтобы это было действительно вкусно. То есть, чтобы люди шли и знали, что, например, вот у нее, у нее очень вкусные помидоры. Помощников много. Детей не приходится ни о чем просить. Сами с удовольствием работают на грядках. Перед тем, как планировали родители, вообще это обговаривалось, как со всей семьей, что будет вести вот такое вот дело, что как все согласились, что вот помогать, что и в будущем. Увлекает, что много фруктов всяких. Когда ты работаешь, можешь взять их сорвать и есть. Осуществить мечту помогла поддержка государства. Заключили социальный контракт. На полученные средства приобрели теплицы. На следующий год немножко раньше будем рассаду высаживать, здесь что-то сеять. Начнем, может быть, с зелени, редиски. Ну, то есть, чтобы был вот этот севооборот, чтобы не пустовала теплица. Мы, если делаем, то делаем все вместе. Если папа что-то подкручивает, делает, то кто-то подает саморезы, кто-то там помогает доску отпиливать. В семье царят любовь и гармония. Скоро Юркановы в седьмой раз станут родителями. К слову, в этом году они вышли в полуфинал семейного регионального конкурса. С такой надежной опорой любое дело по плечу. Наталья Житниковская, Глеб Лыгерев. Программа «Такой день» на мире Белогорье. Двигаемся далее. ТОС-лидер из Карачанского района в числе победителей второго в 2024 конкурса фонда президентских грантов. Проект «Мастерская Поповки» – это объединение неравнодушных жителей села, которые поддерживают наших защитников. Плетут маскировочные сети, шьют постельное белье, заготавливают для бойцов продукты. Маргарита Аксенова познакомилась с волонтерами и узнала, как они реализуют грантовые средства. Здесь на другой линточке прорезь и здесь прорезь. Мы его скручиваем, чтобы она прошла сюда. Получается, вот как в детстве замочек. Женщины из мастерской Поповки плетут маскировочные сети, шьют постельное и нижнее белье для солдат, стерильные пеленки для военных госпиталей. Сейчас, когда у всех полно забот по хозяйству, все равно находят время, чтобы прийти в, так сказать, производственный цех. Мы плетем второй год в сети. Занялись тем, чтобы помочь нашим ребятам, потому что там наши дети, мужья, отцы. Поэтому решили хоть как-то помочь им, чтобы они чувствовали нашу теплоту. Со временем к волонтерству подключилось почти все село. Участницы ТОСа говорят, равнодушных нет. Кто не может прийти, делает что-то дома, вяжет носки или заготавливает продукты для наших защитников. Да, борща. Сушеные овощи. На 14 порций. Заливается крутым кипятком, настаивается. И ребята могут быстро себе приготовить, покушать. Конечно, сотрудничают и с другими объединениями-волонтерами, которые в том числе доставляют помощь бойцам. Делятся опытом и новыми идеями. Находясь в условиях полевых, не всегда можно помыться, нет возможности. Эта губочка намачивается просто водой, обтирается тело и вытирается вот таким полотенечком. Все, ты чист, как будто побывал в душе. На средства президентского гранта в рамках мастерской поповки планируют закупить оборудование. Швейную машинку и удобный стол. Плюс расходные материалы. Ленты, нитки, пряжу. Готовы расширяться, чтобы и дальше помогать нашим бойцам. Маргарита Аксенова, Денис Копач. Программа «Такой день» на Мире Белогорье. И в завершении о разработке юных жителей региона. Белгородская школьница добилась высокого результата на международные премии Росприроднадзора «Экология. Дело каждого». Полина вместе с братом представила идею сортировки пластика с помощью звука. Заняла первое место в проектной номинации. Как работает необычная установка, ребята рассказали Татьяне Куликовой. Свыше 80 тысяч заявок из более чем 40 стран. Мультфильмы, рисунки, разработки, проекты. Общая идея – помощь природе, забота о будущем. В одной из 12 номинаций первое место у ребят из нашего региона. Высыпаем смесь пластика на пластину. И включаем установку. Установку на чистоте 200 герц. Мы видим, что разные виды пластика ушли в разные стороны. Полиэтиленовый пакет, бутылка, баночка от косметики – все из разного пластика. Сейчас при переработке зачастую его сортируют до этапа измельчения. А наши герои предлагают наоборот. Сначала общую массу превратить в гранулы, а потом уже рассортировать эти мелкие частицы. Дело в том, что звуковые волны проходят по пластине. И в местах узлов будет собираться пластик. Но разные типы пластика будут двигаться к местам узлов с разной скоростью. И какие-то виды пластика быстрее дойдут. Какие-то соберутся в серединке и вообще не дойдут до узлов. За счет этого и происходит сортировка. Продумали юные экологи нюансы. Например, как минимизировать шум от установки. Даже наша маленькая установка и то громко шумит. А большая установка будет шуметь еще больше. Поэтому в пластикоприемнике, в камере сортировки звука будут панели из пробки песка и древесного волокна. Полина и Семен давно заинтересованы темой. Дома брат и сестра сортируют отходы, отдельно собирают батарейки и потом сдают их. Мама ребят признается, этот энтузиазм, любознательность заряжают и ее. Чувство радости, гордости. Конечно, когда работа достигла результата, дети старались. Они рады, мы рады. Значит, угадали, значит, попали в точку с темой, с актуальностью. Это важно, защита нашей планеты, защита окружающей среды, экологии. Это вообще очень важно и нужно поддерживать. И у детей интерес этот поддерживать. Переработка пластика – вопрос сегодня актуальный. И такая идея вполне может выйти на промышленный масштаб. Ну а сами ребята говорят, обязательно придумают еще что-нибудь полезное для экологии. Татьяна Куликова, Александр Кветко. Такой день на Мире Белогория. На этом пока все. Для вас работала Александра Харина. Оставайтесь с первым областным, чтобы быть в курсе событий региона. Еще больше новостей в телеграм-канале Мира Белогория. Подписывайтесь и узнавайте о самом важном. А в этой студии увидимся уже в следующих выпусках такого дня. До встречи.